Всем привет! Сегодня я решила рассказать, как проходит мой обычный день. Надеюсь, что кому-то это будет интересно. По крайней мере, примите это для информации, для сравнения и так далее. В общем, просыпаюсь я в свой самый лучший день, идеальный, примерно в 9-9.30. Клим – это мой будильник. Иногда, когда у него есть настроение или на улице пасмурно, он спит до 9.30. И для меня это кайф. Когда еще сами дома, то для него тоже. Если я просыпаюсь раньше, то я чувствую себя убитой. Мне обязательно нужно подремать в течение дня. Но 9-9.30 – это идеальное время, чтобы я чувствовала себя активной в течение дня. Даже если в какой-то из дней мы решим лечь пораньше, я в любом случае не усну. Буду просто лежать. Независимо от того, как я устала. Даже если сильно умоталась и устала, ну вот все равно не могу уснуть до привычного часа ночи. Час-полвторого. Полвторого – это, конечно, поздновато, но примерно так и получается. Потому что мы жуткие киноманы. Просмотр кинофильмов – это для нас самое любимое занятие с молодости. Даже когда мы встречались, мы постоянно собирались с Аней вместе и просматривали какое-то кино на DVD. То брали в прокат, потом скачивали и так далее по-всякому. В общем, куда-то я ушла в дебри. Видео на самом деле не об этом. Если кому-то интересно, то я расскажу о моих любимых кино в конце видео. В общем, просыпаюсь, я обязательно выпиваю стакан воды и даю немного попить воды Климу. Несмотря на то, что он два раза за ночь кушает, я его приучаю к утренним процедурам. К ним относятся обязательное умывание, ну и прием жидкости. Зубы чистим мы не по утрам. То есть я Климу чистю зубы не по утрам. Обычно это происходит вечером. Восемь зубов каждый вечер обязательно мы чистим. Пока я не заправлю постель, мой день полноценно не начинается. Обязательно после умывания заправляю постель. В это время Мака ждет, пока я заправлю, чтобы опять лечь на свое место под одеяло. Клим рядышком изучает все вокруг. Мы немножечко потусовавшись, идем завтракать. Завтракает Клим обязательно со мной. Ну то есть я стараюсь как-то, чтобы хотя бы завтрак проходил вместе. Я ем и Климу даю там что-то, кашу или молоко. В общем, зависит от того, что он ел до того. Не всегда получается обедать и ужинать вместе, но хотя бы завтрак это обязательно ритуал. Клим уже закончил кушать. Мы стараемся его как-то развлекать, чтобы он продолжал сидеть за столом вместе с нами. За своим столиком. После завтрака мы играем, смотрим мультики, параллельно убираемся стола, убираемся дома. В общем, все делаем параллельно. Очень часто мы ходим к родителям поиграться во дворе или там поплавать в тазики. Климу это очень нравится. Примерно в час дня я готовлю Климу смесь в бутылочке. Он засыпает вместе с ней. Я кладу его в кроватку и примерно час он спит. За этот час я не делаю ничего полезного. Крайне редко. Этот час проходит так быстро. Часто я в это время просто пью чай, задеру ноги, пью чай, смотрю телевизор. Вот просто ничего делать не хочется. Или я сижу перед компом, смотрю какие-нибудь видеоролики на ютубе, параллельно крашусь. В общем, этот час называется час безделья. Мне кажется, что у многих мамочек возникает подобное желание. Пока ребенок спит, за этот час просто ничего не делать. Отдохнуть морально и физически. Когда Клим просыпается, моя лопа заканчивается. Это самое насыщенное время сего дня. В этот промежуток времени я делаю все одновременно. Играю с Климом, разговариваю, чему-то его обучаю, параллельно глажу, убираюсь, готовлю кушать. Настолько дел много, что когда, например, мне нужно сходить на кухню или в зал, я заранее продумываю, что еще мне нужно с собой взять или сделать одновременно, чтобы убить двух зайцев. Потому что зря почем ходить в кухню, чтобы там, например, всего лишь попить воды, это трата времени. Примерно с двух часов до пяти вечера у меня дома происходит маленький дурдомчик. А ведь у меня всего один ребенок. Я не представляю, как бы я справлялась там с двойней. Или, например, один ребенок поменьше, другой побольше. Я прям очень уважаю и обожаю таких мамочек, которые успевают и ухаживать за собой, и дети у них в порядке. И не глупые, и видно, что с ними занимаются, а не просто так. А еще, если она находит время на саморазвитие, то это вообще вот прям огромный-преогромный респект. Я считаю себя таковой, но не на сто процентов. И в целом я довольна тем, что я успеваю в течение дня. Я вам хочу сказать, что если искать совершенство, то вечно будешь недовольна. В этот период у меня нет как такового обеда, что вот сесть, сделать салат, красиво накрыть на стол и поесть. Все на ходу. Я вот потихонечку там подъем, тут подъем, чаечек быстренько попью на скорую руку. В общем, я голодной никогда не хожу. Если хоть немного я чувствую голод, то у меня болит голова, мозг не соображает. В общем, это не для меня. Я постоянно подкидываю в топку то орешки, то какой-нибудь фруктик, то чаек выпью. Мне кажется, что поэтому я не поправляюсь, потому что я не объедаюсь в течение дня. Я по чуть-чуть, по чуть-чуть ем. И, конечно же, это не конфеты и печенье, а орешки, фрукты, мясо. Ну, чай иногда с конфеткой. Сладкого я вообще много есть не могу. Одна конфета за весь чай – это уже много. Ну и, конечно же, Климу перепадает. Он у меня постоянно носится с куском. Помимо того, что он ест по часам, в 3 часа Клим плотно кушает какой-нибудь супчик, обязательно богатый белками, жирами и углеводами. До 5 часов он или мы с ним вместе чем-то заняты. Ровно в 5 я его кладу. Ну и примерно до 6 он спит. В этот промежуток я иногда грешу вместе с ним. Я так люблю с ним полежать, понюхать его затылочек. Он так вкусно пахнет. Также я люблю очень любоваться им. Мне кажется, я помешана. Я помешана на своем ребенке. Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. Иногда я просто с ним лежу. Бывает, засыпаю. Но чаще всего, конечно, я немного полежу и делаю какие-то дела. Потому что ровно в 6 часов мы идем с ним гулять. Я подготавливаю все к прогулке. Обязательно что-нибудь беру перекусить. Воды обязательно с собой попить. Там сменные какие-то вещи, подгузники. Потому что если у нас случается прокол, то мы заходим к маме и переодеваемся там, меняемся и так далее. Слава богу, у нас на районе очень много опций, куда пойти. Место тусовок молодых мамочек с детьми – это парк, несколько игровых площадок и стадион. В последнее время мне очень нравится стадион. Потому что там просторно, свежо и от газона как-то свежо. Там рядом речка. В общем, там совершенно другой воздух. Мне очень нравится. И нет песка. То есть, когда мы ходим на игровую площадку, у Клима все ноги в песке. Он весь в песке и я тоже в песке. Потому что он бывает и мне на голову его сыпет. После нашей местной тусовки мы часто идем к маме, просто проведать родителей. Если Саня не пошел с нами гулять, то он обязательно ждет меня на ужин. Я с ним что-нибудь перекушу, подключаю, мы с ним посидим. Клим в это время ходит туда-сюда или сидит с нами за столиком. Обязательный ритуал перед купанием – это просмотр каких-нибудь мультиков, чтение книг, танцы и так далее. Раз в день я обязательно заставляю себе сделать что-то полезное. Полезное для меня – это позаниматься фитнесом, записать видео. А если уж прям я большая молодец, то я могу сделать и то, и другое за один день. Ну, это вот прям просто достижение. Примерно в полдесятого мы купаем Клима, и в 10 часов он уже спит. И после 10 часов начинается наша жизнь. Когда моя мама говорит, что вот уложили ребенка и сами уложите спать, ну, когда жить в таком случае? Вот после 10 часов начинается наша жизнь. Мы делаем свои дела, не торопясь. Мы смотрим кино, к нам часто приходят друзья. Без этого никак не обходится. Буквально вчера мы смотрели с Аней фильм, который называется «Дивигенд». Фильм «Вася» просто супер. Я всем его советую. Очень крутой. Возможно, конечно, он рассчитан на подростковую аудиторию, но в душе мы все еще подростки. Я просто обожаю такие фильмы, и думаю, что они мне всегда будут нравиться. Фильм – экшен, который заставляет переживать на протяжении всего фильма. Ну и, конечно же, там есть очень красивая пара. Я в них обоих просто влюбилась. После таких фильмов ты просто чувствуешь, что ты живешь, ты заряжаешься каким-то позитивом, любовью. В общем, я всем советую, и молодым, и старперам, каковыми я и себя также считаю, чтобы вам было не обидно. Правда, мы уже старперы, но в душе все еще тинейджеры. Ну, смотря с чем или с кем сравнивать. Кстати, только сегодня я узнала, что предшественник фильму – книга, и поняла, что я не иду в ногу со временем. И надо что-то менять. Тем, кто еще не посмотрел этот фильм и не знает ничего о нем, советую прочитать обязательно книгу. Для того, чтобы представить себе своих героев, свою картину, и чтобы, посмотрев фильм, вы разочаровались. Правда, со мной всегда так бывает. Какой бы хороший фильм ни был, книга всегда лучше. В общем, всем я желаю позитивного настроя в жизни, каких-то интересных моментов, хобби, помимо вашей работы и ежедневной рутины. И, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайк. Всем пока!